было подключиться что-то не работал этот не работала сеть как вас дела у меня тут привет сири выключу музыку так все вижу набираетесь чуть у меня такое привет 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 давайте набираетесь набирается моя хорошая привет лен всего пошла жара чем занимаетесь так сегодня у нас какой день недели понедельник да так все всем привет 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 спасибо лилечка спасибо мне очень приятно я выходит орет поэтому девочки не обещаю как пройдет прямой эфир с детьми моими или без потому что милиса может начать орать по дверью его может начать долбиться и просто зайти но будем максимально подстраиваться под ситуацию как это делаем мы с вами всегда тань привет ты как всегда выглядишь бомба спасибо огромной девочки весе 58 килограмм да я прям сама кайфую мне очень-очень легко мне очень-очень комфортно вот так вот сейчас это выглядит все вот смотрите без фильтров без ничего вот тут шов от кесарева вот шов у меня конечно пока такой плотненький он у меня проходит где-то года через три сейчас надо начать пользоваться контрактубиксом чтобы это ушло быстрее на твое меню спасибо восхищаюсь вашему позитиву и как держитесь девочки чему держаться вот объясните мне пожалуйста такое чувство что в моей жизни произошло что-то нечто страшное как будто кто-то андрей мне пишет привет откуда вообще эти люди берут мои эти мы видим через телеграмм находит телеграмм в личку он вообще пипец короче так давайте начнем отвечать на ваши вопросы слетала на море набрала три килограмма неделю дома уже скинула два спасибо как всегда гуля эфир во время прям лили умница нормально на море набирать килограмм а потом по приезду просто начать нормально питаться и их сбрасывать поэтому вообще не пальчик не создавайте проблемы там где в принципе нет потому что даже девочки которые у меня просят консультации типа голь я еду на море мне так страшно игру сколько ты пробуешь на море там у кого-то 5 дней путевку кого-то сильнее круто кайфу и кушать что хочешь но часто бы страшно может произойти на неделю конечно же ничего поэтому девочки отпускаем вот эти страхи которые вами управляет и начинаете управляют и начинаете сами управлять своей жизнью своими мыслями от того что вы недельку поели говнецо ничего страшного не произойдет если по приезду вы начнете нормально сбалансированно питаться сразу ничего страшного видите как быстро у лили ушли не жирочки а отеки потому что на море набираются именно отеки связанные с алкоголем и со сладкой пищи так привет с абхазии привет абхазия так привет гуля вы красотка спасибо моя хорошая гуля подскажите пожалуйста максимальный объем еды за раз в граммах 250 грамм чтобы не расшатывать желудок и особенно его размеры потом вы поймете то что вы наедаете нормальным количеством еды они такой конской огромной порции тогда еще влюбилась в тебя в твою подачу и любовь к жизни али ушечка ты по ходу до этого что а вот когда впервые тебя увидела точнее в первый фильм где тебя увидела ты сидела на этом же месте вроде да это мой великолепный старый папин компьютер с его старым креслом засиженным и здесь дома я провожу эфиры когда в деревне так тем что может прокормить вашего детеныша в вашей утробе поэтому в этот момент если вы понимаете что беременности не планируется просто контролируйте это через волю свою через дисциплину потому что вот это хочу она может проскакивать раза три в день просто вы подчиняетесь всем трем разом и начинаете подъедать а это вызывает углеводную зависимость и дальше больше вот когда вы себе говорите стоп в тот момент когда в вашу нутро говорит ну съешь ты эту шоколадку вы говорите нет все проблема вообще исчезает очень очень быстро я приветствую вас из баку привет баку привет из приморского края красотка спасибо девочки у меня короче скрабы разлетаются вообще по всей стране казахстан получил белоруссия прикиньте я вообще в восторге девчонки пишут и у меня мурашки девчонки у меня мурашки эта идея как посидела у меня в голове и сейчас что создавалась вот здесь вот трогайте пользуйтесь и уже она угрожает вашу кожу вот просто моя изначальная идея понимаете это конечно очень трогательно так а максимальный вес порцию мужчины если муж надо похудеть грамм 350 если не худеть не надо то принцип я наелся так привет 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 самара ты простая хорошие спасибо привет из красноярского и какие дальние уголочки привет обожаю вас мотивируйте спасибо и вот вопрос еще я похудела 61 до 52 но руки так и не похудели спортом тоже в одно время занимались ляхи только больше стали ручки не не похудели они успели прийти в нормальное состояние вот например я когда дохожу до своего комфортного веса то есть помните далее после беременности стояла вот так вот перед вами и говорила я сейчас вешу там сколько я весил тогда 77 килограмм потом я была 60 вы это все видели но даже в 60 килограмм у меня вот тут вот были галифешки и вот они у меня стояли стояли на протяжении года и вот за эти две недели они у меня исчезли прикиньте вот две недели сделали свое дело вы просто не дождались исчезновения ненужных каких-то объемов на руках и все просто надо дожидаться многие знаете как делают весят 80 килограмм ставить себе цель 60 добиваются результата 60 и говорят живот конечно стал лучше жопа конечно стало лучше вот руки не похудели и начинают обратно подкидать заедать и вес набирается постепенно то есть они потом себя оправдывать тем что но все равно же я не добилась того чего хотела а на самом деле они получили желаемый вес просто не сделали так что дотопить результат чтобы сделать так чтобы кожа привыкла чтобы стройная чтобы сделать так чтобы ваше сознание убедила ваш организм в том что вы больше не будете набирать лишнее и что кожа получать не успела получить команду стань на место все собирайся и так как этой команды ваше тело получить не успела вы думаете то что почему то что это вы никогда бы Ну, вы бы от этого никогда не избавились. Бред. Просто не дождались такого кульминационного момента, который бы сделал ваши руки великолепными. Вот и все. Ой, великолепными. Посмотрю-ка сегодня великолепный век. Севастополь, мои родные. Так, Голя, я уехала в гости на неделю, набрала 2 килограмма, но там я плюс-минус и правильное говнецо закидывала. Но я приехала в деревню, приеду домой, начну заново. Я не знаю, как назвать, я сорвалась, видимо. Нет, ты расслабилась. Зачем вы банальное расслабление, когда вы просто решили кайфануть, называете срывом? Из-за того, что вы элементарные вещи называете такими страшными словами, ваш мозг пугается, и вы жизнь свою держите в напряжении. Вот смотрите, я была на море. Мы каждый день там тусили, отдыхали, вискарик, да? И вы действительно думаете, что я себя гнобила за это? Нет, нет, абсолютно. Потому что я настолько задолбалась за этот год кормления грудью, отсутствие в принципе любых кайфушек в моей жизни, они привели меня к тому, что я просто захотела сделать так, что я даю, вот я, например, знала, когда у мужа там отпуск, да, я знала, что в этот месяц мне срать будет на всё. На питание, на физкультуру. В этой новой профессии буду повышать свою квалификацию. А на отдых вы себе ни хера времени не даёте, а у меня на это обязательно запланировано время. Массаж – здравствуйте. Спорт для меня тоже, отдых – здравствуйте. Ничего не делать, лежать, ковыряться в носу – это у меня тоже запланировано. Потому что без планов на отдых ваш мозг вообще в принципе не понимает, для чего он существует. Потому что вы башьте, ебашьте, ебашьте, и себе не даёте слабину никакую. Поэтому каждую неделю, если вы уже находитесь на поддержании, говорите себе, в субботу я буду позволить себе всё. Я разрешаю себе абсолютно всё. А если дело касается, например, момента сброса, то есть вы хотите 60 кг, пока весите 93, и вы себе говорите, раз в три недели я буду разрешать себе всё. Получается, ваш мозг понимает, для чего он работает, чтобы потом кайфануть, расслабиться, понимаете? Но без стресса, без угрызения совести, без чувства вины, просто от того, что вы запланировали вот этот кайф, и вы его получили, всё. Не надо называть какие-то элементарные вещи в своей жизни, и когда вы решили расслабиться страшными словами, как «Срыв, я не смогла удержаться, какая я овца, как я могла, я столько сидела на правильном питании». Расслабились, подняли жопку с дивана и пошли дальше. Всё, не создавайте проблем, пожалуйста, там, где их нет. Так, за твои ответы на здоровье. О, скраб вообще пушка брала с собой на морюшко даже, да? Вот смотрите, у меня шелушилась кожа, ну вот вы сейчас можете видеть. Вот, это всё после скраба. Видите, как она блестит? Никаких шелушений, ничего нет, вообще ничего, абсолютно. Вот смотрите, без фильтра кожи, кстати. Он, фильтр слетает, когда видны пигменты. Так, красотка, приглашаю тебя в ресторан. В какой ресторан, в каком городе? Вы знаете, где я нахожусь вообще? Информацию жду. Так, как найти именно ваш скраб на Валберис? На Валберис мой скраб наберите, коли слаб, на английском. Если нужен артикул, зайдите в ленте. Есть пост, где я остаюсь со скрабиком, там есть артикул прям подробный. Гуль, столько сил, доброты и выносливости вместилась в такую хрупкую маленькую девочку. Здоровья вам и добра. Спасибо большое, мои хорошие девочки, если вы думаете, что я всегда хожу и улыбаюсь, и что мне не бывает. Плохо, вы ошибаетесь. Просто я не всегда это демонстрирую. Бывают вещи, которые меня очень сильно задевают. Бывают поведения людей, когда я не понимаю это не... Не понимаю это несправедливости, я не понимаю, за что так со мной поступают. И я вообще в одно время считала, вот за что вообще это сейчас со мной происходит. Почему? Что я сделала не так, как жена, например, как мама-деток. Вот что произошло? И потом, когда я работала с психологами, спасибо вот Дане и Ильшату, мы разные ветки жизни с ними разбираем. Например, с Ильшатом мы больше работаем с моими страхами и целями. С Даной мы больше работаем с моими ограничивающими убеждениями и сексуальную жизнь мы разбираем, моё поведение какое-то в этом формате, потому что мне в этом плане комфортнее работать с женщиной. И когда я сказала, вот за что вот так вот происходит, там же всё равно открываешься, ты полностью доверяешь человеку. И мне великолепные слова сказали насчёт того, что за что, мне объяснила Дана, что когда ты говоришь за что, ты ищешь в себе сразу изъян. И начинаешь кому-то уступать своё место на пьедестале. В смысле за что? Ты не отвечаешь за поступки другого человека. Ты есть такая у себя лучшая. С тобой происходит то, что сейчас должно происходить в твоей жизни. И это не значит, что ты чем-то хуже. Это не значит, что что-то с тобой не так. Просто это происходит. И принимать это надо как факт, как просто речку, в которой течёт какое-то говнецо. И не надо его поднимать, вот это говнецо, и рассматривать, и нюхать со всех сторон. Пусть оно проплывает и спокойно из твоей жизни уходит. А когда мы разбирались с Ильшатом по поводу цели, по поводу каких-то моментов страхов, да, там что-то, что-то, он мне сказал очень важную фразу, что самые сложные моменты в жизни, они происходят на переходных этапах. И это доказано миллионами людей. Когда в вашей жизни кажется, что прямо настала огромная такая жопень, скорее всего, вы потом за эту жопу будете благодарны, ну, буквально через года два, когда посмотрите назад и поймёте, для чего это было дано. Потому что в этой точке происходит рост личности, в этой точке происходит то, что называется изменение мышления. И в этой точке вы получаете тот неизменный опыт, который поможет вам добиваться просто огромных результатов, и вы поймёте, что вот это всё, что вы пережили, перестрадали, переплакали, было надо, чтобы эта маленькая девочка, которая живёт внутри вас, она стала сильнее, и чтобы она прочнее встала на свои ноги, и чтобы, наконец-то, стержень укрепился настолько, чтобы она не зависела ни от кого. Пусть даже со своей ебанцой, но она могла строить свою счастливую жизнь, не обращая ни на кого внимания абсолютно. Вы думаете, у меня родители с сутки пятком от того, что я в Инстаграме легко там выложила пост о том, что я подала на развод? Нет, конечно. Все им начали названивать. Мои лучшие подруги просто засыпали, она же является мастером по ресницам, вопросами, сообщениями в WhatsApp, что произошло, ты точно знаешь, расскажи мне, пожалуйста. Потому что людям это, в принципе, всегда было интересно. Но если бы я была человеком-ведомым, которая боялась, ну, которая боялась там чужого мнения, что произойдёт, что скажут люди, меня будут обсуждать, разведёнка там, либо за двумя детьми, что с ней произойдёт, вот этого блога и всего бы не было, понимаете? Потому что, в принципе, люди любили всегда говорить о других. Когда у самих слишком скучная жизнь, когда в ней ничего не происходит, когда они не могут сказать своему мужику, нет, я не буду это терпеть, и не пошёл бы ты нахер. Они начинают обсуждать это людей, которые смогли это сделать, потому что кишка у самих тонка на эти поступки. И когда вы поймёте то, что вы у себя одна, вы у себя такая, должны быть всегда на первом месте, у вас тоже будет очень много сил, потому что будет укреплён ваш внутренний стержень. Представьте, что ваш позвоночник — это вот такой вековой дуб, который держит вас прочно на ногах, и никакой ветер вас не сломит. А вот таким этот дуб вековым делают как раз-таки сложные ситуации. Поэтому максимально-максимально исследуйте себя, там очень много интересного, и психологи вам в этом помогут, потому что именно хороший, качественный специалист, не какие-то там бонцовые, которые могут сказать, «Все козлы, а ты хорошенький, ты вообще самый лучший, вообще все виноваты кругом, ты один такой, вот весь у нас идеальный». Я не про таких, а я про тех, которые просто вселяют веру в тебя, которые учат тебя любить эту жизнь. настолько сильно, чтобы потом в ней стало все хорошо. И когда вот для многих этим человеком и психологом в одном лице являюсь я. Вот девочка, которая приехала встретить меня в аэропорт, она мне сказала фразу, «Спасибо, что ты появилась в моей жизни, благодаря тебе я все смогла, и ты все поменяла». Смысл был такой посыл. Я поняла, что я очень важную роль сыграла в жизни этого человека своей поддержкой. И она мне сказала, «Никогда не жалей о том, какое решение ты приняла». И это была женщина, которая достаточно старше меня, потому что дочка была, ну, чуть моложе меня, но уже взрослая. И я понимаю, что с высоты своего опыта люди уже понимают, для чего были данные ошибки. И каждая боль, которая далась, она делала человека только сильнее, если он не дебил. Потому что дебил, а они просто страдают, блин, своей пятой точкой, выводов не делают и наступают на грабли, пока там в волбу дыре не образуется, блин. Поэтому у вас тоже все это может получиться. И надо позволять себе плакать, когда хочется, надо позволять себе страдать. Просто у многих это происходит неконтролируемое количество времени. А у меня на это отведены определенные рамочки временные, чтобы не уйти, не погрязнуть вот в этом говне страдания. Понимаете, да? Как заходит информация, жду сердечки, нажимайте, пожалуйста. Гуль, спасибо большое за информацию на здоровье. Орать не могу, потому что, походу, мельсу укладывает мама. Так, привет из Челнов, Челны мои, привет. Привет из Волжского, привет. На днях скрабировалась, зашел муж в ванную, спрашивает, ты тут кофе варишь, что ли? Потом еще долго вкусно пахнет в ванной. Какая кожа кайфовая. Али, уж спасибо огромное. Кстати, Али, прекрасный автор песен крутейших татарских с очень глубоким смыслом. Талантище мое. А за комплимент про скрабы, спасибо, спасибо большое. Да, потому что там чистый кофе. Сейчас, кстати, скраб стал немножечко светлее, не обращайте внимания. Я это попросила сделать для того, чтобы цвет не совсем сильно выходил. Ванну он и так не марал, но сейчас обжарка, она чуть-чуть понежнее. И немножко светлее стал оттенок, не пугайтесь. Я просто попросила сделать обжарку немножечко поменьше, чтобы аромат кофе был еще круче. Так, скраб, да, скраб крутой, скраб вообще офигенный. Так, привет из Казахстана, вы крутой мотиватор, привет, Казахстан. Мне кажется, вот мы с казахами, вот татары очень сильно похожи. У нас даже говор похож, язык похож. И когда я с девчонками общаюсь, вот все равно вот генетически как-то мне с ними вот вообще комфортно. Очень. И такое чувство, что это мои какие-то родственники, прикиньте. Ну вот есть какая-то, у нас же про язык один, мы же тюркский народ, например, и вот прям не очень классно. Сразу вот как-то, общий язык сразу находится. Вот эта вот подача, она какая-то у нас одинаковая. Муж тоже сказал, запах обалденный, я хотела скушать мой скраб, а мне прикольнул отзыв от девчонки моей в личку, она мне написала, у нас, говорит, кофе закончилось. Муж сказал, вон, говорит, у тебя скраб, я, говорит, состав посмотрела, можно, говорит, типа его даже выпить. И мы так осмеялись с ней. Так, добрый день, скраб пушка бомба. Спасибо, да-да-да, не дождалась. И теперь снова 57. Вот видишь, я даже не знала твою историю, абсолютно сейчас, подождите, у меня топик падает. Я даже не знала твою историю, но я сразу сказала, почему так произошло. Потому что ты не одна такая. Потому что я сама была такая. Потому что у меня много девчонок, которые пришли ко мне с этой проблемой. Если вы думаете, что вы со своей проблемой такой один-единственный, и вы одна овца, которую что-то не смогли, все так делают. Все так делают. Эта ошибка тоже дана была сейчас тебе для того, чтобы ты узнала вот эту информацию, которую должна была узнать. Вот я верю в то, что Вселенная информацию, которую должен получить человек, она даёт через чужие руки, через чужие уста. И ты всё равно найдёшь ответ на свой вопрос, и это дарит тебе сама жизнь. Потому что она тебя поддерживает, она ведёт тебя за руку и хочет, чтобы у тебя всё наладилось. Понимаете, да? Поэтому всегда слушайте вот такие знаки. И когда вы получаете те знания, которые помогут вам всё поменять, пользуйтесь, потому что эта целая Вселенная включилась, чтобы поменять жизнь своего ребёночка, то есть вас. Поэтому пользуйтесь прямо на здоровье. Не бросайте начатое, потому что ваше тело не скафандр, который можно снять, отнести в магазин и сказать, а мне поменять, пожалуйста, но помоложе. Нет ужки. Это тело, оно было с вами с момента вашего рождения, и, к сожалению, оно не восстанавливается, если о нём не заботится. И если вы хотите всё-таки проживать долгую жизнь, то вам придётся сделать так, чтобы вы у себя встали на первое место. Ни дети, ни муж, ни родители, никто, только вы. Потому что когда у вас всё будет хорошо, вы сможете максимально просто радовать тех, кто вам дорог. Так, скраб огонь. Спасибо, Гульчик. Спасибо, мой муж тоже хотел скушать мой скраб. А твой муж не захотел скушать тебя, твою кожу после? Но месяц уже пытаюсь, не питаюсь не по правилам. Вот сначала в гости уехала, а сейчас я в деревню, приеду 20-го только домой. Ну приедешь же. Ну 20-го, сколько дней осталось? Чего грустные смайлики ставишь 5 дней? Через 5 дней у тебя всё уже начнёт меняться. Расслабься. Привет, Гуля. Очень жду твой скраб, но почему-то отправили его повторно, и он всё никак не доедет. Это уже там загоны ПВБ. Я вообще, девчонки, вот не могу ответить на эти вопросы. Понимаете, у меня очень мало возвратов протёкших скрабов, очень-очень мало в процентном соотношении, там 1%. Но, к сожалению, они есть, потому что с газелек вот так вот идиоты всякие выкидывают, скраб повреждается, вакуум скраба, и вот такие вещи происходят. Ну мы сейчас оплатили вот пупырку, и всё будет упаковываться плотнее. Сейчас заказали машину для вакуума. Если получается ещё будет в термоусадочной плёнке банка, тогда уже хрен с ней что сделают. Но это же всё дорого, девчонки. И это всё, ладно, деньги, да? Потом надо заказывать завода, потом надо ждать установку, это всё долгие процессы. На это уходит 3-4 недели. Так. Здравствуйте, как вы относитесь к вегетарианству? Я никогда не была вегетарианкой, никак не отношусь. Я могу относиться как-то к правильному питанию, потому что я ем правильную еду. Я могу как-то относиться к хлебу, потому что я ела хлебу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 я вещаю. Но ещё там дохера всего прорабатывать, скажу сразу. то, что у вас болит, и то, куда я попала, даёт вам такой вердикт обо мне, что я сама как психолог. На самом деле, это же всё мне объясняют специалисты, которые много-много лет этому учились и давали мне самые сливки. Поэтому я говорю, выбирайте себе наставника, выбирайте себе такого, который, блин, крутой, который не просто отрабатывает на сухую свои деньги, который к вам относится в первую очередь как к родному человеку. Вот тогда у вас будут шикарные результаты. Почему у моих девочек шикарные результаты? Потому что я их люблю, я в них влюбляюсь, пока мы работаем. Я знаю каждую по аватаркам. Вот, Лиль, твою аватарку я знаю. Вот, Стаси сверху, я уже её аватарку узнаю. Вот, Динара, я уже её аватарку запомнил. Я вот все уже аватарки девчонок, которые мне постоянно пишут какие-то тёплые слова, как в WhatsApp, с которыми я общаюсь, так и в Инстаграме я запоминаю, потому что я живой человек, я энергетически тоже к вам привязываюсь, я тоже вас начинаю любить. С кем-то я вообще по аудиосообщениям очень откровенно общаюсь, там прикалываемся мы, какие-то личные вещи обсуждаем, потому что вы мне тоже становитесь очень-очень-очень родными. И я считаю действительно, что когда ты ведёшь дело касаемо жизни и судьбы человека, надо быть максимально открытым и максимально близко общаться. Не так, что я твой наставник, а ты мне сейчас будешь отчитываться, отправлять еду. Я сейчас буду проверять и вот давать тебе по жопке, если ты что-то там помидорку не так взвесила. Ни хера, так не получится. Когда ты про с недвижимой, кем-то я удачу, занимаюсь, но это не плюс. Я сейчас буду проверять, На самом деле, я иду в моем случае, я иду в моем случае, я иду в моем случае обращаться, а я иду в моем случае, я бы говорил им acceso к шоке, Как-то я иду в моем случае. А я не буду здесь, насколько я сужил, я бы не был так, Продолжение следует... Продолжение следует... Навредить сама себе могу только я, и вытащить себя из говна могу только я. От того, что мне родители что-то сказали, знакомые что-то сказали, ничего в моей жизни не поменяется, но может стресса только больше быть. Что с вами может сделать чужое мнение? Что? Ничего. Просто поймите, что ничего. Снимите пакет с головы. Вот чем сильнее и самостоятельнее вы станете как личность, тем больше денег вы заработаете, тем здоровее вы будете, потому что вы не будете закрывать рот там, где вы не хотите его закрывать. И люди поймут, что у вас есть такая граница личная, закрытая на замок, через которую лучше не переступать, прогрызут просто. Станьте таким человеком. Например, ко мне особо с советами никто не лезет абсолютно, потому что они знают, что отпор будет жесткий, и если лезут, то не лезут. Тогда мама начала говорить, ну что ты там сториз, блин, рассказываешь. Я прямым текстом сказала. Я говорю, еще один раз ты мне что-то скажешь, я заблокирую тебя сториз. Ну все, ладно, нормально. Понимаете, когда вы четко ставите человеку условия, то есть инструмент дальнейшего вашего взаимодействия даете, многие путают это с манипуляцией, типа ты мне угрожаешь, ты мной манипулируешь, ни хера. Есть дело, которое касается меня, у меня есть инструмент, то есть ключ. Если он подойдет к твоему замочку, мое условие, сработаемся. Если не подойдет, извиняйте. Значит, меня это не устраивает, значит, ничего не будет. И вот когда вы будете давать настолько четкие инструменты, чтобы люди соблюдали вашу границу, тогда вам будет легко. Почему жить плохо, когда можно жить хорошо? Объясните мне, пожалуйста, зачем общаться с теми, кто доставляет вам дискомфорт, может вас оскорблять, когда можно быть с теми, кто будет просто смотреть вам в рот и говорить, какая вы классная. И вы также будете смотреть ему в рот или ей и говорить, какой ты классная, какая ты классная. Почему? Зачем дрочить себе жизнь? Объясните мне, пожалуйста. А знаете, зачем? Потому что после Советского Союза люди привыкли жить со страдающей жопой на лице и перегонки устраивать, у кого жизнь хуже. Вы видели такие разговоры? Я очень с детства много слышала. У нас денег нет, у тебя денег нет, у меня еще хуже нет. Ой, у меня муж пьет, у тебя пьет, у меня еще хуже пьет. И вот они прямо на перегонке у кого что херовий. А когда мне что-то начинают рассказывать, я негатив вообще не поддерживаю. Я могу просто сказать, как у меня все заебись. И знаете, в чем прикол? Что люди удивляются. Например, они говорят, вот что, и как зарплатой быть? Я говорю, я откуда знаю, как вам зарплатой быть? У меня много денег, у меня все хорошо. Потому что я понимаю, что деньги — это энергия. Если я скажу, что у меня нет денег, и все хуже, так их вообще в принципе не будет. Я всегда отношусь с уважением к деньгам, к своему заработку, к своей жизни. И я всегда говорю так, как хотела бы я жить вот в идеале, а не так, страдающая жопой гуля. И когда я так говорю, нифига ты заявляешь. И у меня у подружки тоже там на ресницы вот делают. Многие спрашивали, ты, наверное, много зарабатываешь, у тебя столько клиентов. И она сначала стеснялась, но менталитет-то местный такой, типа, да нет, там это, это. Зато сейчас она тоже прокачала себя. Она говорит, да, я много зарабатываю. Да. И когда человеку вот так говоришь, он аж сразу рот свой закрывает. И больше ему не хочется с тобой как-то вступать в подобного рода бестактные диалоги. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ягодка Субтитры создавал DimaTorzok 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 и чтобы понимать себя и и чтобы понимать себя, это всё энергетика. Если вам кажется, что все вокруг мудаки, посмотрите внутрь себя в первую очередь. Вот, например, я смотрю на свою жизнь, у меня там вообще прикольные люди, вот начиная от моей семьи, моими друзьями, заканчивая даже людьми, с которыми я недавно познакомилась, молчу уже про девчонок, с которыми я работаю, они все адекватные, все нормальные, потому что у меня внутри всё хорошо, и у вас будет так же. Гуль, мне все достались с вопросом, когда за вторым я отвечаю, что у меня одного ребёнка достаточно, маме моей говорят, у неё уже дочь выросла 6 лет, и неужели не хочется малыша прям бесить? А ты скажи, а вдруг у меня матки нет? Чё ты мне такие вопросы задаешь? А вдруг я сейчас заревусь? Ты меня будешь успокаивать? Всё? А чё ты мне такие вопросы задаешь? А вдруг у меня нету там ничего? Вдруг я не могу родить? Тоже отвечайте так же, чтобы бить в лицо ответом. Понимаете? Либо мне неприятен этот вопрос, будь добра, больше его, чтобы не задавала. Можно отвечать и так. Бинго! Например, когда мне говорили, когда за вторым я говорила, у нас не получается, это больная для меня тема, не задавай мне этот вопрос. Всё. Всё. А можно? Без не получается у нас. А просто сказать, эта тема мне неприятна, давай сменим разговор, либо я не хочу общаться на эту тему. Голь, как вы сходили вдвоём по психологу? Я так понимаю, применения не случилось. Извините за вопрос. Прощаю за вопрос. Ничего страшного нет. У меня, у Лёши, психолог, надел ему пакет на голову. Притом не только пакет, а пакет с пакетами. Женщина Татьяна Смирнова, по-моему, её фамилия, если узнаете про неё, что это за психолог, можете мне скинуть ссылку, я бы хотела на неё посмотреть. По-моему, Смирнова. Она ему объясняла, что он цветочек, и всё, что происходит в нашей жизни, это в основном моя заслуга. Понимаете? И когда мы пошли к семейному психологу, вот там мне понравилось, потому что к носу прям вот так подвели, что ни хера, это не так. Было-то вот так на самом деле. Факты, 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 факты. Он прям злился, бесился, но до конца сессии досидел, и мне очень понравилось, что хотя бы из пакета с пакетами один пакет убрали на данный момент. Но вот такие конченые специалисты есть, девчонки, прикиньте. Прикиньте, я, конечно, буду интеллигентно выражаться, это некомпетентные эксперты в своей профессиональной деятельности, но для меня это конченые люди, в первую очередь, которые ломают вот так чужие судьбы. Я не даю ответственность в руки этому человеку, а доламывают скорее, когда, в принципе, надо работать так, чтобы всё наладить, а там они просто вот так вот. Салам из Баку. Я всё-таки присоединилась. Удачи вам. Верьте, что получится, и всё реально получается. Бред. Ноговы никогда не пропадает. Молоко. Сама наговы сижу на ПП. Наоборот, прошла аллергия у ребёнка. Всё супер. Круто. Блять. Просто надо взять ребёнка и выйти прогуляться, наверное. Алибекова. Вот вся суть людей. Лезть в жизнь не в свою. Мне 31, и типа пора-пора. Навязанные стандарты общества. Молоко более полезнее становится. Однозначно для ребёнка избавляться от сбалансированного питания. Конечно. Привет, гульмёд. Мёд можно при ПП с водой? Мёд — это расти жопа. Вы крутая. Спасибо. У меня тоже подвисает иногда. Или пропустил по поводу ресторана. Вы кто вообще? Русмен 0. В какой ресторан? В каком городе? Так, умничка. Зависает эфир. Ничего наладится. Здравствуйте, гульмёд. На вашем меню можно при беременности? Можно. Только не надо. Ну, не советую налегать на фит-парад. И обязательно покажите своему эндокринологу, потому что они очень разбираются в питании. Мою вот прям полностью диету беременных, когда у меня были проблемы с сахаром, проверял мой эндокринолог и сказал, там всё пушечно, всё круто. Так, всё, девчонки. Я думаю, вы задали все вопросы. Есть ещё? Вот тут у меня... Ой, господи, тут что? Ой, ну тут вопросы 90% про развод. Я не хочу на них сейчас отвечать. Не будем страдать жопой. Так, если порция 250 грамм, но при этом могу съесть, допустим, 3-4 помидора, это уже переедание? Нет, абсолютно не переедание. Почему мужа с собой не взяли к родителям? Да пусть отдохнёт без детей и без меня. Так, вы классная. Главное, в вашей семье огромное здоровье. Спасибо. Хочу начать пить витамины. Расскажите, пожалуйста, какие петь? Я и дозировку эту к врачу. Гуля, вы не вернёте свою квартиру красивую? У меня слишком красивая жизнь, чтобы держаться за красивую квартиру и быть в ней несчастной. Понятно? Так, как так? Уже всё вроде было хорошо. Мы за вас расстались. Мы же за вас расстались, задарая мужа. Что случилось? Да. Да, да, да. Это было в этот день. Рассказывать подробности. Трусики заглядывать не буду. Я писала город Уфа, ресторан. Любой можешь выбрать в русские сезоны. Можно пойти. Меня в Уфе приглашают в ресторан. Это кто вообще? Так. Люблю тебя, Гулечка. Спасибо огромное. Я смотрю вас и переживаю. Переживать не нужно. Всё хорошо. Что вы переживаете? Если бы я на этом хотела как-то хайпануть, поднять, скоро, кстати, плоский живот. Ждите анонсы. Он будет в сентябре. Всё. Мне завтра стоим пару месяцев. Смотрю на тебя. Очень нравишься. Девочки, дайте мне веерочек, пожалуйста. Всё. Давайте. М-м-м-м-м. М-м-м-м. 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 М-м-м-м-м-м. Продолжение следует...